Здравствуйте, мальчишки, крепышки, девчонки и крольчонки! Начинается наша новая неделя. На прошлой неделе закончился Великий пост. 40 дней мы вместе с мамой кушали исключительно постную еду. И хотелось бы рассказать о своих впечатлениях, о думах на этот счет. Наверное, я скажу так, что это был мой первый пост, который я то ли со второй, то ли с третьей попытки его все-таки наконец-то смог провести. И это мой первый полноценный пост, который я смог удержать, провести до конца. И это мой последний пост. Больше я посты держать не буду. Связано это во многом с тем, что, к сожалению, духовного в том посту ничего особо и не было. Ну, в том плане, когда ты ведешь так же мирскую жизнь, и говорить о какой-то духовности особо не приходится. Я считаю, что есть смысл держать пост именно в контексте, не знаю, религии, духовности, чего бы то ни было. А именно когда ты уходишь куда-то в подстраненные места, в пустыню, в горы, еще куда бы то ни было, в леса, и там как бы уже, не знаю, молишься, не молишься, держишь пост, думаешь о саморазвитии, о самосовершенствовании, о духовном росте и прочее, прочее. А когда вот ты изо дня в день погружен в эту суету ПДН, то по большому счету мой пост просто-напросто перерос в категорию диеты, и ты обременен не столько мыслями о чем-то возвышенном, сколько обременен мыслями, вот это постное или это не постное, а вот эта еда, ух ты, она постная, ее можно кушать, о, майонез постный, круто, вот это нет, там есть молоко, вот там есть яйца, еще что-то, и ты такой думаешь, да, юма, ну это какой-то бред, какой в этом смысл поста, если это не пост, это просто тогда уже постная диета, давайте организовать вещи своими именами. Ну, в любом случае, этот жизненный этап тоже закрыт, я продержался, последние две недельки были еще тяжелые, и я на фоне болезни, не знаю, с чем это было связано, но тем не менее, этот этап пройден, идем дальше. Итак, друзья, прямо сейчас я направляюсь в ДК, чтобы выступить в честь 9 мая, поехали! Там, если что, внутри голуби. Это опять, это опять он, он. Home family. Yo, man, yo, what's up, man? Yo, so chill, chill. Давайте, короче, ты сядешь в машину, ты выйдешь, я скажу, заготовленный текст, а потом ты вставишь два видео, типа, заготовленным текстом. Давай, 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 сейчас, типа, я такой, оп. Степа, вау! Привет, привет! Yo, а как я здесь оказался? Я не знаю, я тут просто мимо проходил, а ты здесь живешь, походу. Да, блин, да. Слушай, не шо. Это бангарчик готово, классно, давай сегодня сосиски пожарим? Давай пожарим сосиски, самечки. Полный движ, полный движ. О, май! Для превьюшечки, вот так. Направляемся, куда мы направляемся? На ростовское море. На море. О, бей! Это у нас ростовское водохранилище. В простонародье ростовское море. Перекрыли проход мотоциклистов. И в нехреном ездить здесь. Поляна готова. Вот это аппетитная вкусняшка. Ну, если сезон дожаривается, мы все, впускаемся в пляс. Основной рядом идет Росомаха, Крокодилюс и Джимми Нитрон. А также приглашенная звезда Ашот Меликян Пока Вика наливает сок Поехали, поехали. Как жестко. Под эту музыку нужно думать. Нет, не шпион. Максим, нет, Олег, кого туда не пускают? Семейные съемки, все хорошо. Тут можно абсолютно любой цвет сделать. Фиолетовый. Хорошо, мам. Синий, зеленый, красный. Ну, это, это по-моему. Любой. Тим Бертон там. Любимый на режиссеру Вики. Тут Киберпанк. То, что ты мне подарил портреты. О, да. Вообще. Без мола Тора. Кто-то достойный может его поднять. Вышибается. Короче, такая, знаешь, геймерская, парно-фанатская. Турки, чисто подросток 15-45 лет живет. Фанатик, который любит мстителей, видеоигры.